Русские Витязи Команда не так результативна, но шайбы русских Витязи почти всегда попадают в топ-10 лучших по итогам игровой недели. Капитан Чеховцев, тот, кто является проводником идеи тренера в команде, нам особенно интересен. 19-летний русский Витязь Павел Горохов На самом деле очень веселая ситуация была. Меня отец на коньки поставил в три года. Мы пришли на каток у дворя. Я после первых шагов сразу упал, заплакал. Кричу, снимайте с меня эти коньки. Мы ушли. На следующее утро у отца попросился снова на коньки. Я говорю, пап, пойдем кататься. Он после этого отдал меня сразу в хоккейную школу. Там сначала у меня не было набора еще. Я со старшими катался со стульчиком. Ну и потом уже в свой год записался и я с него катался, уже занимался хоккеем. У меня отец тоже хоккеем занимался в детстве, но потом у него травма тяжелая была, ногу сломал. И из-за нее пришлось закончить. И поэтому как бы с хоккеем тоже у меня отец занимался и я занимался. Ледовый был недалеко довольно-таки от моего дома. Когда маленький совсем был, у меня отец и с утра отвозил на хоккей, потом в школу возил. То есть везде я с ним был. А уже когда подрос, соответственно, ну сам ходил. Характер виден с детства. И если человек остается в хоккее, то он становится еще крепче. Это может быть проблемой для тренера, а может стать ключом к успеху. То, что Павел будет лидером, стало понятно сразу. Самое сложное, наверное, слушаться тренера, потому что по рассказам родителей он меня постоянно за борт выкидывал, когда я кричал. Не нравилось, когда мне что-то. Потом приходилось успокаиваться таким образом, потому что ну как тренер, считай, с тренировки почти выгоняет. Возвращался и снова работал, пытался. Ну, я думаю, выводы уже сделаны были. Я как бы, ну... Тренер – это тренер, ему особо ничего нельзя говорить. Ну, работай, старайся. Наверное, сильнее всего повлиял мой первый тренер, девятка Сергей Николаевич. Я ему хочу сказать огромное спасибо, потому что он меня научил всему, что я сейчас практически умею. Катание, клюшку и водение. Он всем занимался этим со мной. И как бы благодаря ему я вот сейчас на таком уровне хорошем. Попадание в состав русских «Витязей» было вопросом времени. То же самое касается команды высшей хоккейной лиги и континентальной. Еще когда собирали сборную вот эту экспериментальную, когда на основе Подольска «Витязь», меня, соответственно, туда пригласили. И там я уже перешел туда по школе еще и играл там сколько? Три года. И потом уже, соответственно, в МХЛ тут оказался. В первой команде с тобой не сюсюкаться не будут, не разговаривать подолгу. То есть ты должен уже все-таки как молодой, но все равно схватывать все на лету. То есть уже всяких повторений не будут тебе говорить. Если где-то напарил, уже тебе не будут подолгу объяснять, где ты что натворил. То есть все равно доверие есть, но оно минимальное. Первая смена в КХЛ, когда я вышел, еще игра попалась «Соска» на выезде. И вот эти десятитысячные зрители везде, много очень народу пришло. И ты выходишь на лед, а рядом с тобой, грубо говоря, кумиры детства, такие как там Паша Дацух, там Илья Ковальчук выходит, и у тебя глаза, конечно, такие все «Ух ты, ничего себе! Нужно показать себе!» Ну, мандраж был, но со временем проходит. Опытом это назвать тяжело, потому что в основном я, как бы, ну, можно сказать так, понюхал порох, просто уровень почувствовал. Много времени не давали играть, но уровень, конечно, отличается. В те промежутки времени, что Павел выходит на лед в КХЛ, показать себя очень трудно. В «Витязях» у него пока нет набранных очков. В МХЛ он третий сезон. Он не главный голеодор в команде, но среди нападающих проводит больше всего времени на льду. У него больше всех смен. А в прошлом сезоне он забросил 18 шайб. Каждая третья шайба была победной. Это уже черта капитана. Капитаном команды становится по решению команды. Как бы перед сезоном собирают нас всех. Собрание командное и анонимное голосование. То есть выбирают лучшего, команда доверяет. Ну и, соответственно, так и получается. Уже второй год подряд. То есть команда выбирает меня и ставит на меня, можно сказать, все. Надеется то, что я поведу их как лидер. Ну и приходится выполнять все эти обязанности. Все знают, что хоккеисты любят музыку. В раздевалке русских витязей можно услышать разные стили, разные музыкальные жанры. Парни ставят свои плейлисты по очереди. Каждый относится к этому серьезно. От этого зависит настрой на игру. Музыку мы все по очереди ставим. Но чаще всего, конечно, я ставлю музыку. Ну и перед матчем это обязательно сказать что-то, завести парня и настроить их на игру. Потому что много у нас молодых ребят, которых тоже нужно чему-то научить, где-то подсказать. И, соответственно, приходится все это делать как капитана. Павел любит рыбалку. Для него это нечто особенное. То, с чем связаны теплые воспоминания о детстве и необыкновенный случай с Александром Еременко. Единственная встреча была, когда мы еще с детьми на сборах были. И с нами Салават Юлаев был КХЛ тогда команды. И, наверное, самое забавное было, когда на тихом часу мы увидели в окно, как вратарь Еременко побежал рыбачить. И мы по-тихому, пока тренер не слышит, побежали автографы брать. У меня кепка до сих пор осталась лежит дома. Тренер, слава богу, не заметил. С дедом раньше рыбачил, его сейчас нет, к сожалению. А так я с ним всегда с удовольствием на рыбалку ходил. Конечно, не нравилось, когда часами приходилось сидеть просто так на одном месте. Но когда ловишь эту рыбу заветную, всегда, конечно, эмоции позитивные остаются. О героях Кубка Вызова и матча звезд континентальной хоккейной лиги мы расскажем в очередных выпусках проекта «История МХЛ». Уже скоро. Все выпуски доступны в социальных сетях МХЛ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова